Музыка Сегодня очень важное мероприятие в правках нашей программы, программы «Приоритет» и открытого общества, которое реализует наш университет. У нас для нас большая честь принимать в стенах в пиратовском зале, в самом главном зале нашего университета. Почеркиваю гостя Александра Витальевича Лунова. По сути, я кратко изложил его биографию. Воздух закончен. С отличием Московский инженерно-физический институт по специальности металлофизика, автор ряда крупных научных работ и изобретений, работал в постоянном представительстве Российской Федерации при ООН в Нью-Йорке, а также в Российском институте стратегических исследований на руководящих должностях, директором Департамента государственной политики в сфере науки, инновации, интеллектуальной собственности и заместителем Министра Министерства образования и науки, а также возглавлял Департамент науки высоких технологий и образования правительства Российской Федерации, работал начальником управления президента Российской Федерации по научно-образовательной политике, и сейчас генеральный директор, ведущий, мне сказали, институт развития лучше не употреблять, но я хочу сказать, это ведущий российский центр по поддержке и продвижению инициативных работ наших ученых в Российской Федерации, поэтому, Александр Витальевич, вам слово. Да нет, наверное, вот этот формат, он лучше. Видите, да, перед вами чиновник, хотя в молодости я немножко в науке работал, да, и понимаю, как все это делалось. Светорок у меня тоже был, и хорошие бессонные ночи, какие-то результаты, гордость за это, поэтому, ну вот, чиновничество одолело меня. Действительно, фонд – это новый инструмент, новый инструмент в работе в Российской Федерации по поддержке проектов фундаментальных исследований. Что такое проект? Проект – это, ну, некий план научной работы, имеющий начало, обязательно имеющий конец, и какие-то обязательства, обязательства по достижению этих результатов. Нельзя представлять себе, что проект – это на всю оставшуюся жизнь, как бы не был приятен сам процесс, особенно в молодости, это не тот случай, когда мы поддерживаем процесс. Вот проектом предусматривается обязательно все-таки достижение тех поставленных результатов, которые, кстати, принимаются самим научным руководителем. И, собственно, фонд, как проект, он был выстроен по идее поддержки не вот этих вот программ, которые сейчас доминируют, и здесь действительно есть крупные игроки, которые уже на протяжении десятилетий получают эти средства. Фонд был выстроен под инициативные проекты отдельных ученых, работающих в разных областях, может быть, даже в небольших университетах и академических институтах. И не всегда они попадают под распределение вот этих крупных программ. Но, тем не менее, это тоже заслуженные люди, имеющие некие мысли. Не всегда эти мысли сочетаются с госзаданием. Не всегда они даже умеют объяснить руководству своих учреждений, почему им по госзаданию не выделяют деньги. Но, тем не менее, эксперты иногда оценивают эти мысли как стоящие и выносят решения по поддержке этих проектов. Длительное время в Российской Федерации было несколько подобных род инструментов. Но вот сейчас Российский научный фонд аккумулировал это все, и мы вышли на показатели по 2022 году 8200 проектов. Ахват у нас достаточно большой, 53 тысячи человек. Это действительно всероссийский уровень, большой уровень. В законе, которым мы руководствуемся, у нас нет устава, у нас есть только федеральный закон. Мы ориентированы на поддержку лучших научных проектов. И в любом случае в законе сказано, что просто раздача денег, как в Сабесе, невозможна. Обязательно должна быть конкурсная основа, должна быть экспертиза процесса. Он также оговорен в законе. И вот процесс этот охватывает, видите, 60 тысяч экспертных заключений. Это в разы больше, чем в Российской Академии Наук и во всех федеральных органах исполнительной власти. Поэтому вот эта экспертиза, она сейчас решена в фонде. И вы, как заявители, иногда как грантополучатели, сталкиваетесь в своих личных кабинетах с экспертными заключениями. Иногда они позитивны, иногда не очень. Тем не менее, они имеют место быть. Несмотря на все проблемы 2022 года, мы с гордостью можем объявить, что наши грантополучатели в 2022 году опубликовали 32 тысячи публикаций. 32 тысячи публикаций – это крайне важно, потому что производная у нас пока положительная. Несмотря на все ограничения и ругательные слова в адрес Web of Sciences, Копус, все это не так. По 2022 году мы закрыли год, вернее, грантополучатели с положительной производной. И есть чем гордиться. Я немножко позже остановлюсь на детали. Объем сейчас в 2022 году был 32 миллиарда. Это исключительно на научные проекты. В этом году это будет 40 миллиардов. Небольшой прирост. Ну и по сравнению с 2021 годом у нас 30-ти процентный прирост по количеству проектов. Вроде бы мы прошли год без каких-либо проблем для грантополучателей. Все деньги были доставлены вовремя, без нареканий. Поэтому вот этот год был закрыт. Здесь вы видите вот слева ту линейку грантов, которая стала постоянной для фонда. Самый популярный и самый востребованным является конкурс отдельных научных групп. Вы его знаете по объему финансирования 7 миллионов в год на 3 года, с возможностью продления еще на 2 года. Это небольшой коллектив. Тем не менее, вот этот конкурс и наиболее востребован, и конкурсность. 7 заявок на одно место. Даже вот в 2023 году мы закрыли с этой конкурсности. Конкурсность у нас не падает. Появился новый конкурс для фонда. Уже 2 года мы его успешно реализуем. Это малоотдельная научная группа. 2 года по 1,5 миллиона. Я его так называю. Подумать. Там, скорее всего, один руководитель и может быть там аспирант. Аспирант. Но это возможность, возможность сформулировать техническое задание, для нормального научного проекта, который может быть реализован в рамках уже отдельных научных групп. Но, конечно, вот так вот передавать, быть грантопоедателем, все время подумать 2 года, потом еще раз 2 года, потом еще раз 2 года, вряд ли это возможно. Тем более, что у нас сейчас все-таки появились такие цифровые портреты. А цифровка не только в налоговой службе, но и у нас прошла. Мы видим цифровой портрет грантополучателя, когда он с нами начал взаимодействовать, сколько у него было заявок, какие у него проекты, какие у него результаты. И это, кстати говоря, экспертным советом очень учитывается. Вообще, я сейчас немножко остановлюсь на этой части. Что такое заявка для экспертного совета? 40% веса при оценке отдается на репутацию. По одной простой причине, что если человек что-то сделал в науке, то есть к нему доверие, и вот этот вес определяется в 40%. И в принципе, когда вы заполняете свой анамнез, свое CV, это как раз и есть те 40%. Но те, кто делает эту оценку, члены экспертных советов, они специализируются на той отрасли знания, где вы работаете. Как правило, они вас знают, если вы что-то сделали. И вот эти вот 40% они очень весомые, весомая характеристика при оценке научного проекта. Вторая, значимая, это тоже 40%, это научная новизна того проекта, что вы ставите во главу, что вы хотите достигнуть. Это процесс или что-то новое? И вот это еще 40%. Оставшиеся 20% они делятся на вопросы состава научной группы в вопросе менеджмента уже менее значимы. То есть, по сути, вот фигурирует репутация и научная новизна с осуществимостью этого проекта. Вот и все секреты, как выстроена оценка в вашей заявке. Конечно, если руководитель уже проявил себя знаком экспертному совету, это очень и очень значимо. С другой стороны, мы имеем примеры, когда человек абсолютно в безнаучной степени, вот я помню молодого человека, в МГУ такой работал в 2015 году, ему было 23 года, и он умудрился опубликовать статью в Nature, причем он был единственным автором. У него ничего не было, даже не было кандидатской вообще, но была статья, и все ее могли прочитать. Вот он получил за репутацию Nature, для тех времен мы редко посещали Nature, но эта репутация такая была мощная. Кстати говоря, и проект он тоже реализовал успешно, вроде бы как не ошиблись, даже и в этом случае, за ним не было десятилетий успешной работы, ведь молодой человек без каких-либо регалиев, но сумел получить фонд, такой вот, сумел получить грант, такое есть. Поэтому вот, наверное, и все секреты, все секреты, за что экспертный совет дает поддержку той или иной заявке. Проекты научных групп под руководством молодых ученых. Это вот молодежная программа, она делится у нас на два мероприятия. Молодые лидеры до 35 лет, мы даем немножко меньшую сумму, 6 миллионов в год, тоже на 3 года, с возможностью продления. И постдоки, те, которые защитили диссертацию, получили диплом государственного образца, кандидата наук, приходят на следующее утро, а самостоятельности в науке как не было, так и нет. И вот мы даем возможность им все-таки несколько лет приобрести самостоятельность, выборы направления, оценивается это тоже полтора миллиона в год, на два года, с возможностью небольшого продления. Хотя здесь можно поменять и за дополнительное вознаграждение, учреждение, где вы работаете, но я вам прямо скажу, вот несколько лет мы даем дополнительно 300-400 тысяч с тем, чтобы человек поменял регион, поменял тот или иной университет или академический институт, переехал в другой регион. Как правило, воспользуются этой возможностью ну человек 15-16. Вот это глубокое заблуждение, что мобильность свойственна российской науке. Мы привыкли прийти в одно учреждение и уже вот дальше ограда, памятник, это все вот опять же в рамках этого учреждения. С мобильностью у нас очень большие проблемы и даже если мы стимулируем, не получается. Я понимаю, что это дань того, что вот ты вроде бы как работаешь в Казанском университете, все хорошо, у тебя выстроено, ты понимаешь, что через какое-то время ты будешь доцентом, профессором, какие-то займешь там позиции, а если вдруг куда-то уедешь, как дальше сложится судьба и потеряв возможность продления здесь карьеры, получишь ли ты возможность работать в Томске или в Новосибирске, еще неизвестно. Действительно, здесь может быть такие наши национальные болячки, но их нужно будет также решать, потому что мобильность позволяет, конечно, достигать существенно других положительных результатов. Региональные конкурсы, они выстроены под одну проблему. Мы должны дать нормальное научное обоснование под реализацию программ социального и экономического развития региона, конкретного Татарстана. И здесь у нас софинансирование мероприятий фонда 50 на 50, 50% регион, 50% российский научный фонд. Я не могу сказать, что мы получили квалифицированного заказчика со стороны регионов. Казалось бы, у них есть система здравоохранения, система транспорта, но целый ряд других проблем регионального характера. И ученые могли бы внести лепту в решение этих назревших проблем. Квалифицированного заказчика пока, к сожалению, нет. Но, тем не менее, это дополнительные средства. Кстати говоря, конкурс здесь минимальный. Поэтому, если вы хотите получить Гранд РНФ при меньшей конкуренции, региональный конкурс такую возможность дает, и мы можем работать. Проекты на объектах инфраструктуры. Сложный конкурс. Сначала фиксируются мегаустановки, уникальные установки, центры коллективного пользования, а потом к ним приходят научные проекты. Суть этого конкурса заключается не в том, чтобы еще раз поддержать держателей этой инфраструктуры научной. А решить проблему, если ты пролоббировал в министерстве выделения денег на закупку оборудования, это не значит, что ты будешь успешен. Вообще, система фундаментальной науки работает очень здорово, что появляется современная инфраструктура. Но существенно важнее внести в эту инфраструктуру внешнюю экспертизу для того, чтобы самые лучшие научные проекты реализовывались на базе этой инфраструктуры. Так работают международные крупные установки. Но у нас по-прежнему, если это мое, то я даю преференции вот своему. Вот мы стараемся как-то способствовать смешению крови, внесению новых каких-то мыслей. Вот этот конкурс посвящен этой тематике. В принципе, он востребован и конкурсность высокая, более пяти заявок на одно место. Международные коллективы. Но сейчас произошли коррективы 22-й год. Все основные фонды, с которыми мы имели дело, я имею в виду европейские и ДФГ, и АНР, и австрийские, и Брюссель, нам прислали комфортные письма, что крайне были удовлетворены результатами, но министерство образования и науки Германии, Франции прислали указиловки прекратить взаимоотношения с бюджетными учреждениями в рамках России. В этой связи просим приостановить объявление новых конкурсов. Что и случилось. В 22-м году мы в два с половиной раза нарастили количество проектов, поддерживаемых с Китаем, сделали ежегодный конкурс с Индией. Ну, я вижу небольшие усмешки, тем не менее, я хотел бы к этому серьезно отнести. Вот мне три года назад удалось побывать, выступить с пленарным докладом на всемирном форуме, научном форуме, и там были основные фонды, руководители фонды, и я думал, что National Science Foundation ехал туда, что это все-таки основной фонд Америка, но вдруг увидел, что основной фонд это все-таки китайский фонд. Это было и по результативности, и по объему финансирования, и если не столько, хотя был язык один, английский, но руководитель китайского фонда позволил себе говорить на китайском, и был перевод организован неожиданно, и очередь к нему стояла пообщаться в раза три больше, чем к руководителю американского фонда. Мы должны признать, что сейчас Китай, китайский фонд фондоментальных исследований, это все-таки ведущий фонд, и в этой связи мы и дальше будем наращивать взаимоотношения с Китаем, поэтому просил бы учитывать, учитывать в том числе и в своих личных планах это факт. Конечно, вот этот юго-восточный крен, он и дальше будет превалировать по количеству проектов международных мы не сбавили темпы, но видите, появился такой вектор окрас, который вам тоже надо будет учитывать. С точки зрения результативности, без сомнения, без сомнения, международный конкурс, он самый результативный, там результативность в два с лишним раза выше, чем по другим вещам, то есть, когда у вас есть, когда у вас одно яблоко, у вашего товарища второе яблоко, и вы обменялись, в результате все равно, у каждого у вас по одному яблоко, но если вы видите коллегу, с которым вы меняетесь идеями, то вы по окончанию являетесь обладателем двух идей, двух мыслей, и вы в результате получаете существенно больше, чем при обмене яблоко. Поэтому, конечно, международные проекты, они позволяют приобрести новые компетенции, новые знания, те, которые вам не были известны, но одновременно коллаборатор, он приблизительно в такой же ситуации, то есть здесь проигравших нет, все победители, поэтому мы понимаем значение международного сотрудничества и будем его и дальше укреплять, хотя, видите, ну вот семь лет мы выстраивали все на Европу, пришлось вот поменять, и в целом я ну в национальном масштабе, там возьмите XFL, лазерно-свободных электронов, FAIR, CERN, все это было заточено, это миллиарды евро, заточено наше, заплатили, и вот сейчас мы остались без, это действительно серьезная потеря, конечно, в дальнейшем нам нужны коррективы в целом в международное сотрудничество вносить для того, чтобы достигнуть более значимых результатов. Междисциплинарные проекты, хоть и небольшой конкурс, но он у нас скандальный, здесь конкурс на одну заявку, то есть на одно место 33 заявки, ужасный конкурс, он больной, прежде всего из-за того, что мы никак не можем объяснить ученым специфику этого конкурса, вроде всем понятно, что междисциплинарность хоть и естественная, но крайне важный инструмент для достижения результативности. Но упоминание, что в моем проекте я имею дело и с биологическими подходами, и все это направлено на систему здравоохранения, значит, медицина, и даже иногда какие-то математические модели, а значит, и математика, это не является критерием междисциплинарности. Как правило, заявки, они поступают, вот я упомянул, три отрасли знания, поступают на три секции, и для прохождения, для прохождения нужно, чтобы каждая секция сказала, что вы знаете, это очень хороший проект с точки зрения математики, секция медицины должна сказать, это очень хороший проект с точки зрения медицины, секция химии, должны сказать, это очень хороший проект с точки зрения химии, и только тогда он становится проходным, а у нас получается, что, знаете, медицина нормальна, химия никакая, ну, вроде как молекулы, да, там что-то и атомы соединяют, и математика никакая, там уровень средней школы, но люди взяли, соединили все это вместе и назвали его междисциплинарным, имея в виду, что там присутствуют элементы по всем трем отраслям знания, но с точки зрения экспертного совета это не так, отсюда это больной конкурс и огромное количество тех, которые, ну, отчаялись и признали, что вот совсем плохой экспертный совет в Российском научном фонде мою заявку не поддержали. Ведущие ученые, ну, мы до конца сейчас доводим, наверное, будем отказываться от этого конкурса, потому что он немножко искусственный, сейчас приезды в Россию ведущих ученых из-за рубежа не ограничены, и поэтому скорее всего этот конкурс он доживает уже последние годы, мы в дальнейшем его не будем поддерживать. Генетические исследования, ну, исходили из того бума, из того бума, который преследовал вот эту отрасль знаний крупным, мы понимали, что в Калифорнии не только Нобелевские премии, а молодые женщины, которым там едва-едва там 30 лет стали обладателями крупнейших патентов по ведущим технологиям, которые должны перевернуть весь мир. И нам очень хотелось бы, чтобы в России появилось что-то такое подобное, но вот 4 года работы в России пока ни одного патента по этим технологиям нет, и у нас конкурсность падает, конкурсность падает из-за того, что была открыта параллельно крупная федеральная научно-техническая программа, которая те немногие коллективы, работающие на хорошем уровне, обеспечила финансирование, а дублирование уже достаточно сложно, а просто с ножницами туда не подойдешь, там все-таки действительно нужно очень хорошее оборудование, хорошая школа, хорошая компетенция, и за 1-2 года это не очень получается, поэтому тоже мы немножко рассчитывали на 15 лабораторий, но с трудом вот в этом году нашли всего лишь трех победителей, которые могли бы обеспечить неплохие результаты, и в принципе это не значит, что деньги пропали, деньги пошли на другие конкурсы, но вот я охарактеризовал основную линейку, мы не стремимся ее расширять, она скорее всего эта линейка останется в граните на ближайшие три года, тем более, что и финансирование у нас не растет. Распределение финансированных проектов и количества грантов на одну тысячу исследователей по федеральным округам. Я этот слайд с одной простой мыслью, есть миф о том, что основные деньги оседают в Москве. Вот этот слайд говорит о том, что это абсолютно не так, мы работаем в науке, и здесь надо доверять цифрам. Вы видите, что лучше всего грантовой системе приспособился сибирский или скорее даже Новосибирск, включая и Новосибирский университет, хотя там академический сектор не менее производительный. Вот Сибирь в несколько раз лучше работает, чем Москва и чем Санкт-Петербург. Вот я специально хочу этот слайд, чтобы вы распрощались с этим мифом. Если брать относительные цифры, то Сибирь лучше, чем Центральный Федеральный Округ в два с половиной раза и будут они наращивать количество исследователей, наверное, они будут и по другим параметрам по количеству объема финансирования расти. Ну, неплохо смотрится и Приволжский Федеральный Округ, он во всяком случае совсем немного уступает Москве, поэтому тоже этим стоит гордиться. Значит, что с картой науки в России с точки зрения проектного финансирования? Есть еще же у вас большое количество программ, 5100, так далее, мы говорим только о проектном финансировании. Вы видите, что инженерные науки пока превалирует. Химия, она, ну, на протяжении 9 лет, я веду эту статистику, химия крайне высоко и неплохо работает, в том числе и на мировом уровне, признаваемая всеми в России, химия, я имею в виду фундаментальная химия, очень неплохо представлена. Видите, физика немножко забавляет, раньше в военно-промышленный комплекс, он все-таки давал физике больше возможностей, но физика тихонько сдает позиции, стала прибавлять математика, раньше был миф о том, что в математике вообще публиковаться не стоит, и там нет публикации, но видите, за время работы математика стала также хорошо признаваемой, биология нарастила, мы видим и сельхознауки наращивают, гуманитарные и социальные науки, по количеству заявок они иной раз половину составляют, но видите, проходной балл у них существенно выше, проблема в том, что те, кто работают в этой отрасли знаний, они присылают заявки все-таки прикладного характера, мы видим огромную проблему среди экономистов, видим историки неплохо себя показывают, антропологи там тоже неплохо себя показывают, но по целому ряду отраслей гуманитарных и социальных науках есть крен к прикладному характеру, к сожалению, с точки зрения российского научного фонда это скорее недостаток, я понимаю, экономисты у нас привыкли ориентироваться на федеральные органы исполнительной власти, местную власть, прогнозы давать там, но это все-таки не удел деятельности фонда и нам бы очень хотелось чтобы и фундаментальные науки тех, кто специализируется в области экономики, давали бы результаты мирового уровня, к сожалению, мы таких имен-то даже сейчас не очень имеем, в том числе даже для того, чтобы заполнить экспертный совет такого рода специалистами. Ну вот структура по отраслям знания она такова. Топ-10 организаций это не только те, которые осваивают деньги, но 30% первые 30% организации они дают 85% результатов. Ну вот мы сегодня в Казанском университете видите на четвертом месте на четвертом месте это огромный результат и я вас поздравляю. Хочу сказать, что это действительно заслуга здесь сидящих не столько ректората, сколько тех, кто действительно борется в рамках вот этой тяжелой конкуренции за такого рода поддержку. Опередили вы многие других именитых не только университетов, но и академических институтов. Поэтому вот есть вам чем гордиться. Мои поздравления и поклон за вашу работу. Опять же динамика хорошая. я понимаю, что университет значимую часть проектов с участием молодежи вот той президентской программы, но и это очень хорошо, потому что молодежь, в отличие от людей поживших, они менее склонны критиковать правила игры, они достаточно трезво в течение ночи может быть негативно обсуждают эти правила игры, но с утра встают и говорят понятно, мне понятно правила игры, я соглашаюсь с ними, и дальше они просто начинают выполнять эти правила игры. Им свойственно молодежи быстрее принимать эти правила игры и работать именно по этим правилам игры. и видите, очень здорово, что они пользуются этой поддержкой для решения собственных амбиций, своих собственных научных планов, но в том числе и поднимая те школы, в которых они работают в рамках университета. Это тоже весомая вещь, но я, наверное, здесь остановлюсь, я понимаю, что много молодых людей, меня все время критикуют, почему вы не придумали конкурс по поддержке аспирантов. Вы можете задавать, я скоро замолкну, буду отвечать только на ваши вопросы. Я с молодости привык, я тоже был каким-то таким, как мне кажется, таким амбициозным, считал себя не самым последним, но сейчас отдаю должное тем руководителям, с которыми я работал каждый день, которые имели несколько существенно больший опыт жизненный, научный, которые мне подсказывали, что не торопись, здесь надо доделать это. И вообще карьера молодого человека, как правило, делается все-таки в рамках какой-то научной группы, где есть руководитель опытный, четко понимающий все риски использования тех или иных методик, тех или иных инструментов, которые подскажут, как более корректно, более правильно, более эффективно достигнут результаты. Аспирант даже самый выдающийся, если его оторвать от этой среды, вряд ли, ну, наверное, есть звездочки, тут фонд работает системно, вряд ли сумеет без вот этих научных групп, научных коллективов достигнуть результаты. Поэтому в рамках вот этих цифр на первом слайде я вам хочу сказать, мы поддерживаем где-то 8,5 тысяч аспирантов. Вот показатель для молодых людей. У вас есть какие-то некие индикаторы, сейчас все на KPI-ах, ВАК-овские индикаторы, вам нужно там от двух до трех публикаций в Web of Science с тем, чтобы выйти на кафедру, далее на диссерционный совет и защититься. У нас статистика по этим 8,5 тысячам они публикуют где-то 11 тысяч в рамках Web of Science. То есть до полутора публикаций в год аспирант, если он находится внутри коллектива, делает. Вам два года надо пожить и дальше я не могу с Фальковым договориться, чтобы как-то диссерционные советы вычитывали этот вопрос с точки зрения очередности рассмотрения диссертации. но это двойная тройная экспертиза уже пройденная и она внешне она не связана с тем бюджетным учреждением где диссерционный совет работает. Поэтому на мой взгляд когда аспирант строит как лучше двигаться в науке проще всего открыть сайт российского научного фонда скачать оттуда перечень проектов где вы работаете или где рядом академический институт профильный и посмотреть какие коллективы имеют гранты РНФ и попробовать предоставить предъявить свои возможности для того чтобы работать в рамках этот коллектив уже есть гарантия того что вы этот результат достигнете а не будете блуждать и через два года вдруг прийти к пониманию что не та тема выбрана не совсем здесь у вас была осуществлена экспертиза по этому проекту проект правильный имеющий совершенно четкие возможности для успешной реализации если вы поможете достигнуть этих результатов явно это пойдет вам в зачет поэтому не только папу с мамой надо иметь но и вот как-то коллаборировать с теми научными коллективами осуществляющие научные проекты это тоже неплохо распределение исполнителей проектов вот молодежь у нас до 70% вот эти 39 лет хочу вам сказать что ну это мне уже я не юный человек и отдаю должное что конечно энергетика это великое дело в науке одно дело ну 25-летний он может все-таки по 16 часов работать а иногда и больше и без выходных а другое дело все-таки это тот который существенно больше у него физических возможностей поменьше поэтому вот эти молодые люди они являются основной тяговой силой хотя как правило и возглавляют коллективы в том возрасте там до 35 лет которые имеют что такое руководители вот этот портрет мужчины женщины вы знаете что в германии есть целое министерство по имеющей задачи поддержать женщин в том числе в науке когда мы работали с ДФГ они отдавали преимущество если заявка написана женщина если еще и трансгендер то это совсем замечательно но вот естественным образом как-то никого мы не поддерживаем но цифра у нас выше чем в Германии и в целом по Европе женщины активно пользуются поддержкой являются руководителями и я очень благодарен им за то что мы сейчас даже какие-то такие небольшие послабления там связи с рождением ребенка там как-то пытаемся приостановить там секундомер в общем идем навстречу но это вот без всякой поддержки они молодцы ведь и возрастной возрастной момент он тоже очень комфортный в науке есть перспектива никаких провалов не будет я помню 10 лет назад сам высказывал такое что критическая ситуация там мы из-за этого двугорбой модели науки можем лишиться вообще перспективы развития в России фундаментальной науки сейчас ситуация хорошая мы понимаем что молодежь работает и связывает свою судьбу с наукой ну вот видите президентская программа это где 33 35 это огромное количество тысячи молодых людей которые стали успешны они приняли правила игры согласились с этой идеологией деньги в обмен на обязательства стали успешными у них появилась успешная цифровая модель они выходят на конкурсы для старших и побеждают и там поэтому вот это цифры 2 и 7 и 2 это как раз молодежь вышла она позитивна она позитивна на всех форумах встречах вот они не плачут они стараются задавать вопросы как повысить эффективность своей работы в рамках российской науки ну вот возрастное распределение исполнителей проектов в сопоставлении с общероссийскими данными здесь Росстат видите что коллектив работающий по проектному финансированию он более молодой более молодой и взять обязательства и успешно притворять жизнь научные планы все-таки свойственно более молодому возрасту нежели старшему возрасту с другой стороны старший возраст более активно работает по крупным федеральным программам где требуется опыт авторитет наверное эти все кривые вместе складываются и дают оптимальную картину которая сейчас существует в России ну вот опять же миф что поддержку в РНФ можно получить только имея звание академика это не так видите вот приведены эти цифры хотя конечно ученая степень значима но это что такое кандидат наук вы получили де юре де юре право самостоятельного выбора направления вот это право в том числе и здесь реализуется но доктора наук уже в меньшей степени пользуются этим в силу там определенных причин количество публикаций вот мы марте апреле помните даже постановление правительства запретить ругательное слово вебов сайенс скопус открыть белый список ну вот сейчас подводили результаты мы сделали выборку опять же с вебов сайенс со скопуса белый список не нашли как бы нам скачать и были бы конечно очень хорошо если бы у нас работал этот белый список но на мой взгляд первый парень на деревне это не самый лучший метод оценки все вы работающие в науке вы по крайней мере для себя давно решили крайне необходимо увидеть себя в сайт ситейшн индекс увидеть свою фамилию увидеть как на вас ссылается что вы первыми сделали в науке но это как любому спортсмену оказаться на верхней ступеньке вы доказали самому себе и всему миру что в чем-то вы являетесь первым и это мотивацию конкретного ученого ее невозможно никаким постановлением правительства отменить хотя это критикуемо критикуемо вам даются бюджетные деньги а вы удовлетворяете собственное любопытство но не только собственное любопытство но и даете новые знания для человечества это и есть законы развития общества но вот видите ученые при поддержке фонда завершили год с вот это 11,7 и это не окончательные цифры мы понимаем что сейчас еще пройдет полгода сюда добавится потому что что-то еще не прошло в журналах там и у нас будет положительная динамика несмотря на все ругательные слова Web of Science и Скорбус ну и чем я вместе с вами горжусь это не столько вот это банно-прачное подходом в науке а качественным подходом вы видите что доля публикаций в первом квартире за прошедший год выросла то есть результаты все-таки стали более весомыми несмотря на многие-многие проблемы появившиеся в российской науке видите все-таки кривая в хорошем направлении идет на в росте мы уже стали привычными вот к этому перечню журналов с высочайшими импакт-факторами я вам скажу что в 14-м году их вообще не было этих журналов но сейчас это стало чуть ли не обыденностью поэтому мы научились связывать свою репутацию вот с такого рода журналами и они неплохо нас опубликуют вот выгрузка видите на 1 марта 23-го года позволяет нам посмотреть ну это вот не только нужно достичь результатов но как-то надо обществу рассказать о них ведь тоже это важная часть нашей тоже деятельности и в частности вашей деятельности тоже она у нас растет об университете в университете было бы неправильно если бы я просто отвлечен на теперь я о вас о вас вы сейчас будете меня критиковать очень длинные черные и очень короткие красные но вот тем не менее если все-таки взять опять провести такую некую кривую ну хотя бы по 22-й год 23-й год еще не завершился у нас еще сейчас молодежные конкурсы которые вам добавят красноты вот там где 45 стоит явно у вас будет существенно больше вот я хочу вам сказать что опять же коллектив университета очень неплохо очень неплохо несмотря на крупную поддержку я понимаю фольков вам дает и такую субсидию такую субсидию но молодцы что несмотря на статусность федерального университета и субсидии вам вроде бы как положены за статус вы еще все-таки каждый из вас в конкуренции достигаете этих результатов я бы желал вам что не только бы росла вот эта черная составляющая но и красная пока у вас хорошая динамика растете бы неплохо ну вот что такое университет с точки зрения структуры по областям знания да я говорил о химии вот она здесь у вас вот такая химия я понимаю университет у вас огромный здесь всего много от международного сотрудничества экономики там и так далее ну вот видите химия она вот такая я отдаю отчет что здесь и так нефть есть и все есть и много экономики ну наверное наверное это является фактором ведь хотя наращиваете биологию науки о жизни ну вот лет 10 назад я приезжал это было единичное коллективо сейчас смотрите это уже не единичное это уже больше чем физика ну и гуманитария ну я понимаю что нахожусь в стенах учебного заведения где самый высоко цитируемый ученый в мире был Владимир Ильич Ленин вот я бы желал бы чтобы и гуманитария также нарастили вот эти показатели и здесь у нас тоже расширилось тем более что мы склонны к тому чтобы несмотря на все угрозы искусственного интеллекта которые перечеркнут целые отрасли знания но вот я смотрел на развитие Яндекса он стал это стало первой компанией не из-за того что там были какие-то крупные информационщики а морфология языка это уникальная идея вот она пришла в голову основателя ушедшему из жизни в связи с раком вот ему пришла в голову что надо бы как-то морфологию соединить со всеми вещами и вот стали они первыми стали они первыми кроме поисковика и вообще поисковик это такая штука ну она имеет ограниченные возможности если вы туда погружаете морфологию то тут у вас все по-другому и вы становитесь лучшей компанией в России поэтому гуманитарий имеет огромные перспективы просто надо их увидеть увидеть и не ссылаться на то что гугл переводчик год от года становится лучше и скоро мы закроем все образовательные программы по подготовке из тех кто в языкознании специализируется здесь действительно просто надо внимательно следить где нужно найти возможности структура ну вот конечно это университет и много проектов связанных с молодежными конкурсами но и здесь отдельная научная группа у вас самый востребованный конкурс для вашего коллектива но это очень неплохо потому что с моей точки зрения он дает возможности по сути он ориентирован на европейский уровень 100 тысяч долларов в год это можно здесь никуда не уезжая это действительно хорошие возможности если в Германии вы все равно будете подавать чай какими бы вы заслугами там не пользовались но немец все равно будет над вами здесь вы будете комфортно такого же рода вещи иметь но вот быть хозяевами этой жизни может быть там кто-то вам будет помогать с чаем что такое по опять же отраслям знаний но видите наиболее популярные кандидаты биологических наук они как-то вписались в это и приняли правила игры и пользуются химической науке в большей степени несмотря на то что у нас 50% защит среди гуманитариев вот с ними в меньшей степени видите не очень хорошо они проектное финансирование осваивают но тоже для вас такая ориентировка как все вот устроено у вас в университете ну наверное вы можете в рамках уже каких-то совещаний по развитию науки планированию науки вот эти вещи обсудить здесь и посмотреть какие выводы можно сделать сделать вот это ваши результаты мы их выгрузили из системы и это это здорово это здорово это здорово вот то что вы ну за эти годы сумели сделать науки кстати говоря посмотрите опять же это молодежность которая у вас доходит до 78% к сожалению но видите все таки на мой взгляд это вещи взаимосвязаны и цифры по молодежи и результативность они как-то связаны хотя я понимаю у меня самому уже волосы седые и немножко обидно а где же вот раньше и вода мокрее и водка крепче и девушки незадолженность любили ну вот с этим надо тоже как-то мириться не только Москва оценивает ведь экспертами являются те кто здесь присутствует они активно участвуют в этом хочу сказать что конечно но вот на нынешнее состояние один член экспертного совета это незаслуженно мало и это об этом надо подумать руководству как решить эту проблему система простая это вершители члены экспертного совета я бумажки подписываю финансово и разговариваю там с правоохранительными органами принимают решения именно они и конечно стоит задуматься как увеличить присутствие представителей Казанского университета в составе экспертных советов у нас есть ротация ротация больше двух сроков нельзя никаких исключений не делаем вопрос стоит в том что делают выборку первую десятку наиболее цитируемых по отрасли знания и пользуясь их поддержкой фонда выставляют на голосование среди них отбирают трех человек которые получили наибольшие рейтинги при голосовании и далее уже начинается вот этот филигранный выбор все-таки кого утвердит попечительский совет при участии председателя экспертного совета все правила игры понятны и вам нужно осознать как увеличить вот этого одного человека потому что это незаслуженно мало у меня есть очень хороший знакомый мы много лет шли с этим вот Ливанов он критически ко многим вопросам относится но сейчас он ректор ректор конкурирующего с вами МФТИ вот он скрупулезно занят он видимо все правила игры изучил скрупулезно занят вообще процессом увеличения состава членов экспертного совета от МФТИ я вам рекомендую этим вопросом тоже вот в рамках этих процедур как-то вовлечься потому что это важно это важно это не только решение вопросов кому дать грант или кому не дать у вас появляется уникальная возможность уникальная возможность увидеть картину фундаментальной науки по одной отрасли знаний или в целом это карта науки вы можете знать какой коллектив чем занимается какие результаты и эти знания крайне важны в том числе для развития университета для правильности выбора тематик по госзаданию по всем этим пять сто там как вы их сейчас там называете эти все это тоже крайне важно потому что эта картинка она ну позволяет вам не допускать тех ошибок которые могут быть допущены при планировании развития науки в университете вот я прекращаю вообще я нацелен на вопросы собственно из-за этого и прилетим здесь присутствуют руководители но я просил руководителей не давать вам никаких оценок даже если ваш вопрос может показаться им не совсем корректным еще как-то я готов ответить собственно для меня самое главное зачем я сюда прилетел если у вас есть вопросы по прошлому по настоящему и по будущему задайте их есть возможность получить это нежели потом руководствоваться теми или иными мифами и потерять некоторое время для выяснения той или иной правды правда она знаете такая сложная штука ну может быть я попробую вам ответить на некоторые вопросы да пожалуйста я просто хотел уж раз я тут реплику сказал а вы ее так хорошо озвучили по поводу молодых до 39 лет прекрасный показатель там 78 процентов почти что получается но почему я сказал а жаль потому что мы только вчера обсуждали проблему что у нас молодых преподавателей до 39 лет от 26 процентов и выше там редкий институт который переваливает за 40 процентов это означает что что молодые люди прекрасно занимаются наукой а тяжелый труд преподавания для них слишком тяжелый видимо получается и поэтому я и сказал жаль потому что в классическом университете всегда преподавание и наука образование и наука должны идти вместе иначе это не классический университет вот поэтому я сказал жаль спасибо я на это отвечу на это отвечу я согласен с картиной что молодежь должна преподавать в науке вовсе даже не совсем согласен с тем что преподавание это тяжелый труд а в науке он легкий труд мы все знаем я немножко сам это понимаю что редко кому в науке звезда упадет а так это кропотливый труд и здесь тоже надо трудиться немало на мой взгляд нам нужно договориться и с министерством которое реализует вот этот указ президента там 200% и у вас есть проблемы с точки зрения финансирования вот этой зарплаты по этой 200% ведь проектное финансирование достаточно неплохо делает жизнь и в науке можно получать какие-то средства попробуйте полную ставку отторобанить я как-то три пары читал по субботам и еле выходил это действительно изматывающий труд это изматывающий труд наверное нужно все-таки ну как-то сделать более удобный и для преподавателей и для тех кто считает что он должен объединить образовательную деятельность с наукой систему оплаты труда но то что вы сейчас делаете в России там по этим ставкам там как вы их там я не в плане того что руководство университета что-то не так все не так делают все не так все дробят все как-то пытаются химичить и это не создает нормальных условий для того чтобы и заниматься наукой и преподавать одновременно какие-то у нас существенные проблемы возникли из-за вот этих KPI из-за надо голые очки секунды мы становимся заложниками никак не можем вырваться из этого и такой замкнутый круг не удовлетворены ни руководство не удовлетворена ни система образования ни система науки нам надо бы как-то сесть и поговорить тем более что я не хочу вас на баррикады поднимать вообще но ну заканчивается вот правительство обязалось там в определенный срок там реализовывать видимо какие-то новые вещи будет формироваться в 24 году новая система но надо эту проблему как-то более рельефно заявить потому что потому что она не удовлетворяет видимо никого и я надеюсь что у вас все-таки сейчас негодичные контракты вы перешли к нормальным там системе там трех-пятилетних а может быть даже и такие увидите там люди закрыли рот я прошу прощения ну видите это я просто был ошарашен когда мне объясняли эти заместители министр что Александр Витальевич нам дают деньги из бюджета в лучшем случае там в феврале значит нужно отчитаться в декабре и в этой связи мы можем заключить контракты с преподавателями там на годичный период боже мой ну это не в какие то есть у нас бухгалтер 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 стал вот всей системой образования и всей системой науки руководителя но это неправильно это неправильно я понимаю крайне важно опираться на те ресурсы которые имеются в бюджетной системе но бухгалтер никогда не должен стать главным в этой системе и нам нужно ну как-то вместе принести положительное изменение с тем чтобы молодежь и преподавала и занималась наукой как впрочем и люди пожившие пожившие имели возможности и того и другого ну это мое личное это мое личное мнение но я считаю что вот эти несколько лет мы немножко не так жили как хотелось бы да пожалуйста большое спасибо я считаю что я считаю что я считаю очень много знаменитых что нахуй 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 по вопросам ну вот по поводу был фонд еще РФФИ и там было два замечательных конкурса это конкурс по организации различных ну конференций международных каких-то таких вот съездов и второй конкурс это опубликация книг и так далее тоже был неплохой я считаю вот планируется в РНФ такие направления это первый вопрос и второй вопрос еще следующий вот есть фундаментальные исследования есть прикладные исследования и вот иногда экспортный совет как раз говорит что заявка в основном содержит прикладные исследования они фундаментальные поэтому тут большие минусы возникают вот такие вот два вопроса спасибо первый момент хочу сразу сказать я не виноват во всем что произошло с РФФИ вы знаете у меня ничего ни зарплата не стало больше ни на копейку никак есть определенный повышенный функционал который мы получили но здесь я вам как-то уже не в ходе лекции а в ходе презентации сказал что вот это вот скорее всего в граните вот эта линейка грантов мы не хотели бы идти по пути расширения грантовой линейки в рамках тех средств которые мы сейчас доводим мы абсолютно допускаем что если у вас получены результаты хорошего уровня вы имеете право вы являетесь грантополучателем руководителем и деньги даны вам при всем уважении к ректору он не может сказать что моей секретарше эти деньги отдай это ваши деньги вы можете спланировать их на то чтобы профинансировать те или иные мероприятия связанные с конференционным участием даже в конце концов там с определенной помощью тем более там в рамках там университета вас никто в этом не ограничивает и экспертный совет вот я вижу людей которые принимали участие в деятельности экспертного совета на это спокойно смотрят спокойно смотрят самый главный критерий у вас должны быть результаты но если вы деньги которые направлены на проектное финансирование направляете на другие важные вещи но они носят инфраструктурный характер я хочу спросить а министерство у нас тогда получая мы всего лишь 10 процентов из всех денег по российскому масштабу вот те которые на фундаменталку наши 10 процентов а 90 процентов куда уходит нам надо бы все-таки конечно тогда разобраться куда 90 процентов вообще прерогатива министерства обеспечить вот эту инфраструктуру организацию конференции участие в них тех или иных людей которые наверное тоже заслуживают но не имеют результатов проектного характера в этой части я вам ответил очень первый раз слышу что физик физик вдруг ставят вопрос о том чтобы профинансировать монографии скорее всего раньше это было связано с гуманитариями они были заточены на монографии и вот но опять же есть монографии которые востребованы рынком и они без вас если прям уж вы сделали такое тут есть те которые опубликуют если вы хотите какой-то некий памятник там монографию ее тоже можно сделать в рамках проекта просто это надо включить в план но отдельного мероприятия у нас по закону по закону мы имеем право деньги тратить только на науку на финансирование научных проектов и нам пишут в постановлении правительства что вот все остальные вещи все остальные вещи но с нецелевой характер нам придут люди в погонах не знаю лейтенанты майоры там но они скажут вот здесь вот все нецелевка в зависимости от размера ущерба то ли административная то ли уголовная ответственность поэтому принято решение даже вот в блуд себя не вводить вот не заводить такого рода вещи которые потом плачевным образом скажутся на деятельности фонда финансируем до тех пор пока в нас в законе стоит финансирование научных проектов финансировать только научные проекты но мы понимаем что научные проекты без конференции конференции это тоже часть научной деятельности они достаточно ну труднообъяснимы и в этой связи если есть результаты тратьте эти деньги на участие в этих конференциях пожалуйста в том числе и монографии они тоже ну позволяют добиться определенных результатов но не в рамках отдельного конкурса поэтому к сожалению у меня отрицательный ответ не планирую обсуждали много раз но не получается никак нам нужно внести изменения в закон а вот прошу прощения значит в декабре опять же не по нашей инициативе но нам внесли поправки в закон мы получили функцию финансирования прикладных исследований и если вы сейчас посмотрели на сайте уже первое мероприятие в рамках этого изменения в законе осуществлено мы до 3 мая собираем тематики тематики технических предложений со стороны участников но здесь не только университеты академические организации но и компании которые заинтересованы в разработке промышленной технологии ну в частности по микроэлектронике на 25 апреля назначен заседание попечительского совета и скорее всего будет решение по расширению направления деятельности появится и химия и медицина и другие отрасли где мы будем собирать в очень ограниченный период времени там в течение трех недель тематики технических предложений по разработке промышленных технологий когда экспертиза отберет наиболее лучшие тематики будет объявлен конкурс на проекты на проекты которые будут финансироваться со стороны российского научного фонда но будут иметь квалифицированного заказчика со стороны бизнеса то есть утрированно говоря вот но хорошо татнефть татнефть должна стать квалифицированным заказчиком для тех химиков которые и должна сказать что мы заинтересованы в катализаторах с такими-то такими-то параметрами они должны быть там смывными там должны служить столько при такой температуре при таких-то объемах при таком сырье и тогда у нас пойдут вот цикл проектов по разработке промышленных технологий где квалифицированным заказчиком является конкретно промышленная группа организация это может относиться и не только к промышленности но и к социальной жизни если вы вдруг перевернете ну то что творится там скажем там мы являемся уникальной страной где есть проблемы мы закрываем там периодически род дома какая-то у нас проблема с вирусами внутрибольничными которые заставляют нас периодически закрывать смотришь люди там верхние одежды посещают там только рожениц которые только-только там родили детей и все как-то у них спокойно без этих проблем вообще но нам наверное и для цели социально-экономической жизни можно порешать некоторые проблемы и здесь квалифицированным заказчиком может быть и система здравоохранения и система образования я не могу понять почему российский ребенок должен каждый раз отбираться имеет ли он возможность изучать английский язык или у него там маленький а шведский ребенок как-то легко и непринужденно этот английский язык за 2-3 года изучает а у нас до кандидатского минимума доходит но потом мы в гостинице сталкиваемся с проблемой что не можем значит спросить по-английски тот или иной вопрос что-то у нас не так вообще в этой системе и нам нужно и в систему образования подобного рода проекты которые позволяли нам бы решать эти насущные проблемы для повышения качества жизни человека поэтому многие вещи они могут быть реализованы ну давайте не могу сказать что все проблемы решены с финансированием но могу заверить вот эти 40 миллиардов на фундаменталку они останутся мы не будем снижать это есть даже правительство очень здорово придумало они дают вот эту субсидию она окрашена есть такое понятие бюджетная классификация вот они ее окрасили что это на фундаментальное исследование если мы возьмем оттуда рубль и потратим на прикладные то это будет не целевой характер поэтому хочу сказать что 40 миллиардов останется но появятся вот такие прикладные вещи попробуем отработать систему я не уверен что здесь все просто и все будет очень успешно у нас есть проблемы и с квалифицированным заказчиком и вообще эта штука она не столько проблема ученых знаете ну когда задумываешься ну можно в гамалеи пробирку сделать там каждую клетку контролируешь но когда ты переходишь на производство лекарственных препаратов это все-таки другая вещь там есть клинические испытания и это нужно во всех регионах и после 60 и до 5 лет и чтобы были и те заболевания и другие заболевания это многие многие миллиарды тут не совсем вопрос в ученых есть проблемы с сертификацией с безопасностью с огромным количеством других проблем их нужно совместно решать поэтому будем пробовать будем пробовать и надеяться на вашу поддержку в том числе и по этим направлениям Сушков Сергей Владимирович зав. кафедры института физики руководителя гранта РНФ первое спасибо действительно за очень информативный доклад очень было интересно насыщенно и первый вопрос связан с презентацией вот может быть Дмитрию Альбертовичу где-нибудь на сайте университета я бы хотел да-да-да если у нас в законе написано что никаких секретов нет даже если когда выходите там открытость это принцип поэтому все в вашем можете дальше даже ректорское совещание провести и ректор может произнести такую классную штуку больше ко мне в кабинет с просьбами по количеству аспирантов по увеличению финансирования не приходить вот там все можно решить и доложить об успешности действия да спасибо надеюсь появится это на сайте хочется спланировать у нас в этом году заканчивается очередной грант и хочется спланировать вот прошлый грант был продолжен вы говорили о этой программе продолжения двухлетнего это грант поддержки научных коллективов и просто для того чтобы ну дальше планировать свои действия хочется знать пока я не видел этой информации будет ли программа в этом году двухлетнего продолжения грантов и следующий вопрос будет с этим связан и второй вопрос мы задумались как раз о совместном проекте с китайцами вы говорили о том даже призывали о том что с китайцами надо работать и посмотрели проект вот я специально открыл значит РНФ и НС ФС но к сожалению химия биология медицина сельхопостнауки и гуманитарной социальной науки физики астрономии нету есть ли шанс так сказать что что-то изменится ну в этом году вот спасибо значит у нас обязательства они публичные если мы обязались продление сделать то это обязательно будет однозначный ответ да другой вопрос что 11 апреля я отчитывался от деятельности фонда и подвергся критике что 60% у нас подавших заявки на конкурс продления получили такое продление это было критикуемо со стороны членов попечительского совета которые обратили внимание экспертных советов руководства фонда все-таки на необходимость в большей степени ориентироваться на новые коллективы и хотя бы снизить эту цифру там до 50 не знаю как потому что здесь достаточно жестко стоят экспертные советы но они аргументированно говорят что вы знаете вот у нас на одном столе заявки на продление и новые проекты здесь люди дают совершенно конкретно апельсиновый сок и шикарные результаты а здесь обещания которые не очень понятно будут ли реализованы в этой связи мы склонны больше дать возможности для продления руководствуясь тем что все набрали силу но есть и другая логика нельзя превращать фонд в такой ограниченный круг грантопоедатели которые будут мигрировать из одного гранта в другой и не пускать никого вот нам нужно найти оптимум ну вот да да но возможно экспертные советы немножко скорректируют цифры снизят снизят объемы поддержки продлини в пользу новых конкурсов отдельных научных второй момент с китайцами мы периодически меняем вообще китайцы по поводу физики очень неплохо раньше были раньше были сейчас мы постараемся всем дать поддержку и с нашей стороны давайте все-таки немножко больше физики перейдем к другим там отраслям знаний и это но такой некий был консенсус о котором договорились но явно на следующий год этот консенсус поменяется и физика опять окажется потому что китайцы склонны склонны физику в приоритетном порядке поддерживать они видят это же всегда что такое сотрудничество ты должен понимать вообще что в рамках сотрудничества ты получишь какую-то большую выгоду большую выгоду вот они видят что физика неплохо идет как прочим и химия им нужно как можно больше российских коллективов которые были бы вовлечены в реализацию совместных проектов мы по другим вещам там по информационным вещам видим отрыв и нам хотелось бы там побольше что-то получить ну вот как-то договариваемся но уверяю вас что физика появится в этом году вряд ли уже возможно потому что все запарафировано и ну будет трудно объяснить там мы же договорились вообще зачем вот карта раздали вроде как в дурака договорились играть а вы в проферранс стали вот это не совсем корректно будет скорее всего придется этот год вот с теми приоритетами прожить которые договорились спасибо большое Михаил Абрамский директор института IT и интеллектуальных систем вот здесь каждый задает вопрос про свое направление я хотел бы задать такой интересный вопрос может быть немножко такой странноватый я когда увидел перечень программ я увидел что там есть генетические исследования подумал вот если целую программу выйдет под генетические исследования у нас идет такой хайп большой на отдельные меры поддержки IT сферы и в науке это очень важно потому что для молодых людей скажем рынок IT сферы индустрии это то что перетягивает кадры из вуза и понятно что это не вопрос РНФ но все таки может быть обсуждается ли какие-то будущем программы поддержки отдельные для исследователей молодых в области информационными технологиями вы сказали что это вот в граните но если даже это гранит может быть как-то это по-другому проблему внутри обсуждали и дали какие-то предложения может быть есть какие-то планы спасибо ну я попытался вам не то что я там давал оценку у нас и по генетике это единственный такой отраслевой конкурс возникли проблемы я вам даже цифру назвал планировали по 30 миллионов раздать 15 коллективам с трудом нашли 3 если вы сейчас с этим хайпом искусственный интеллект это действительно хайп тут я слушал на прошлой неделе президента российской академии наук он категорически отказался от искусственного интеллекта сказал что нейросети вот что такое искусственный интеллект он не знает видите но хайп есть хайп есть и он распространяется на деятельность российского научного фонда у нас количество заявок в отчете он сейчас тоже опубликован и если вы посмотрите там более детальные цифры огромное количество заявок которые классифицированы заявителями как заявка по искусственному интеллекту но экспертный совет там есть другая другая таблица в минимальном количестве поддержал проекты связанные с искусственным интеллектом классифицированы как искусственный интеллект видимо хайп распространяется и на эту часть сам слышал обсуждение этих вопросов на секции и математике и других и конечно члены экспертных советов говорят что ну нужно поменьше хайпа а побольше результативности это скорее дань времени немножко сейчас уйдет нет нет есть вы знаете информационные технологии полностью согласен то что вы все это произвели это сквозная технология Андрей Ремич Белоусов первый заместитель председателя правительства там вот это сквозная технология обязательно должна иметь поддержку аж целых две компании Сбербанк не помню уже вторая тоже такая вот открыли многомиллиардное финансирование хотя они к нам все время выкачивают эту базу данных заявок там с тем чтобы опираться на эту базу данных заявок и формировать свои программы но мы видим мы видим что и интерес у таких гигантов с другими деньгами он как-то становится все меньше и меньше нам надо бы не забыть фундаментальность деятельности российского научного фонда но если что-то интересное будет конечно мы и в отношении фундаментальности готовы поддержать готовы поддержать но и прикладной характер подчеркиваю он явно просматривается мне самому надоело разговаривать с этими роботами из банков рекламирующих свои услуги якобы это искусственный интеллект который меня вдруг по разговору оценивает насколько я кредит способен там и так далее если такие вещи там прикладного характера мы все-таки станут реальными и помогающими ну это неплохо неплохо но пока хайпа больше хайпа больше чем реальных дел надеюсь что термин нейросети он более практикореализуемый и позволит нам добиться более значимых результатов спасибо здравствуйте Харенцев Сергей Сергеевич институт физики я хотел бы вас поблагодарить за работу вашего фонда в вашем лице я считаю это классный инструмент который помогает действительно делать очень хорошие вещи вопрос у меня будет не про прошлое настоящее а про будущее первый вопрос вот из тех инструментов которые сегодня пролагает российский научной фонд мне кажется не хватает пусть у нас есть лаборатория мирового уровня а скажем по аналогии европейского консорциума или допустим американских крупных фондов создание так называемых отраслевых научных центров ну скажем на 10-20 миллионов долларов ну скажем в эквиваленте до миллиарда рублей здесь вот приводили пример с генетическим направлением ну то есть не получается да то есть условно говоря страну объявить допустим один или три таких центра создать то есть могут быть разные группы по разной географии которые бы решали большую какую-нибудь задачу ну не знаю там наноэлектроника опт электроника и так далее то есть это первое то есть планируете то есть вы идете очень хорошо вниз к молодежи а вот на самый верх так чтобы научные здания передать уже непосредственно в экономику чтобы начала работать экономика на научных знаниях это первый вопрос и второй вопрос вот показали сейчас на слайде то что российский научный фонд публикует в супертоповых журналах то есть вышел на определенный уровень и российский научный фонд наверное единственный фонд который очень хорошо ценит платит за статьи то есть вы платите двойную цену за журнал q1 это здорово а вот за первый процентиль вы не думаете поднять планку допустим за первый процентиль ненча сайенс и так далее зачитывать допустим три-четыре статьи ну и так далее это помогает потому что уровень стоимость статьи сейчас растет очень сильно и было бы здорово если мы были заинтересованы делать качество а не количество начну со второго вопроса потому что первые тут философия тут дольше сейчас из конкурсной документации вы наверное увидели вот этот коэффициент 2 формально ушел но экспертные советы могут и 3, 4 и 5 если вы сделали статью это не как в церне у вас там тысячи соисполнителей и попробуй найди вообще за что а если она у вас такая совершенно понятная четкая то наверное могут быть и более высокие экспертный совет сейчас получил полномочия засчитывать и большие коэффициенты как впрочем и может ставить и отрицательные результаты даже если какие-то формальные некоторые вещи там в виде тезисов в крупных журналах опубликованные с этим я ответил можно и больше лишь бы было лишь бы было это действительно у нас сейчас такой проблемы какими-то цифрами отчитаться такой проблемы нет в отношении первого вашего вопроса у нас сейчас министерство министерство вот я вдруг ну не вдруг а где-то месяца два назад отчитывался на президиуме президентского совета и приводил там цифры что фонд всего лишь 18 процентов грантовых денег в России дает 80 с лишним процентов раздаются по другим инструментам создано огромное количество инструментов они грантовые но они в руках других исполнителей ну в частности центры мирового уровня математические медицинские по отраслям знания там огромные средства идут и мы это видим есть инженерная школа которая в большей степени заточена на ту небольшую проблему о которых вы есть вместе с региональными властями ноцы которые вовлекают свою деятельность то есть вроде бы как огромное количество инструментов почему фонд не хотел бы ввязываться в это дело ну уже они все мирятся там как-то там что-то такое вот мы посмотрим по результатам фонд же ведь 9 лет существует и мы гордимся гордимся репутацией репутацией которая завоевана российским ученым в рамках поддержки нам мериться вот с этими инструментами совершенно не хочется нам хочется понять вообще вот то что мы делаем хорошо это мы можем и дальше делать или же значит ну вот сейчас мне в качестве критики говорят надо было работать просто хорошо а когда вы работаете очень хорошо вам новый функционал дают по прикладным исследованиям я действительно вижу риски с прикладными исследованиями и мы много вопросов обсуждаем они не совсем зависят от науки и здесь очень эти риски начинают множиться успешность вот этого нового функционала не всегда зависит только от науки и нужно ли с точки зрения будущего фонда вот на новые направления имеющие огромные рисковые моменты здесь для меня для меня это не совсем понятно вы можете оппонировать мне что два года назад National Science Foundation ну вроде бы как законодатель мог почти как миланская неделя моды они там с 7 миллиардов которые были на фундаменталку вдруг превратились там в 190 миллиардов отобрав все средства у министерства прикладные исследования и стал основным таким инструментом по финансированию не только фундаментальных но и прикладных работ я далек от мысли далек от мысли что вот это решение которое сделано там у супостата за океаном оно приведет к абсолютно положительным результатам надо пожить еще посмотреть вот то что сделано в фундаментальной науке система экспертизы может ли она также успешно быть сделана для прикладных исследований а именно это является залогом успешности работы ведь в фонде самая ценная это система экспертизы больше ничего здесь нет вот там там уже не ученые там технологи там те которые ну меньшей степени были связаны с развитием науки они более ценны а это уже штучный товар и их всех превратить в систему не всегда удается поэтому наверное мы из-за этого очень осторожно очень осторожно рассматриваем возможность разрастания знаете тут лучше год пожить два пожить главное не потерять репутацию вот это качество проектов у нас остается самым главным для нас у нас объемы я вам показывал они 30% в год мы прирастаем и у нас самая главная проблема как мы не пострадали бы в качестве проекта поэтому вот наверное ответ такой сами не инициируем сами не инициируем но с другой стороны не все от нас зависит и что-то может быть но мы дождемся результатов НОЦов дождемся результатов центров мирового уровня поймем как будем вместе наверное сотрудничать с исполнительной властью с точки зрения планов спасибо за ваш доклад за ваши ответы академия Нокатастана Хамин Квадим Васильевич вот профессор Казанского федерального университета да я просил чтобы если вдруг будут желающие это крайне важно чтобы это у меня вопрос вот такого плана в позиции номинации конкурсов прошла номинация региональных конкурсов она небольшая там 6,5% я посмотрел возможно ли увеличение этой доли это раз и возможно ли с точки зрения увеличения этой доли дополнительное стимулирование так сказать региональных коллективов научных с точки зрения ну как бы работы региональных экспертных комиссий что в принципе раньше было спасибо да эта проблема есть проблема есть мне тут тяжелые диалоги и с губернатором новосибирской области там вы знаете сибирское отделение имеет свою позицию такую рельефную позицию по этому вопросу значит у нас есть законодательное ограничение оно связано с тем что решение по финансированию проектов может быть принято исключительно после экспертизы российского научного фонда других в законе моментов что кто-то другой принимал решение невозможно сделать с другой стороны я вас слышу я вас слышу и у меня есть конструктивный ответ на ваш вопрос вы привыкли к этому это кстати хороший термин мы привыкли и не надо нам революционных решений я с этим соглашусь революционных решений не нужно есть такой этап этап в региональных конкурсах когда регион имеет возможность осуществить и предварительную и после того как эксперты напишут свои экспертные заключения какую-то приоритизацию с точки зрения с точки зрения интересов региона и я предлагаю я предлагаю чтобы центры отделения включились в эту работу вот именно с точки зрения экспертизы осуществить приоритизацию для целей для целой Татарстана или там Новосибирской области хотите всего сибирского федерального округа пожалуйста пожалуйста мы отдаем ваше распоряжение результаты первичной экспертизы это не значит что экспертный совет по региональной программе не будет дальше выполнять свою функцию но регион имеет право и мы увеличили сейчас сроки вот если вы обнаружили мы раньше давали две недели региону на эту приоритизацию сейчас мы увеличили почти до месяца это вам на то чтобы вы с помощью внутренней экспертизы пусть она будет в рамках научного центра сделана или правительство Татарстана найдет какие-то другие варианты там другой совет какой-то сделает под эти вещи сделает приоритизацию и тогда тогда вот эти вроде бы скандальные сейчас мы бьемся как же так вообще только российский научный фонд осуществляет экспертизу нет не только пожалуйста делайте это 50 процентов денег региона имеется возможность вот такое вот ну так называемое региональная экспертиза хотя окончательное мнение будет все равно за региональным экспертным советом но представитель Татарстана туда включен и мы должны через него услышать вас все устраивает или у вас есть вопросы пока вопросов не было но видите у вас какие-то вопросы вы молча в себе там носите вот сейчас выдали что они есть пожалуйста решайте эту проблему с точки зрения масштабирования но если миниханов принято иное решение мы готовы поддержать и большую суть добрый день университет мирового уровня в Саудовской Аравии в Иране там Арабских Эмиратах вот как вы относитесь к конкурсам именно с этими странами ну и так же вот Африка Южная Америка там тоже действительно есть серьезные научные школы и второй вопрос это по прикладным исследованиям новой программе есть микроэлектроника вы озвучили химия медицина как вот эти тематики формируются и будут ли они как-то увязаны с критическими направлениями которые вот в недавнем документе от правительства вышли от Михаила Владимировича по поводу важных направлений для технологического развития страны начну с международки мы взаимодействуем в приоритетном порядке с фондами разных стран которые имеют систему экспертизы и принципы наши наша экспертиза должна быть равносильно равнозначна той экспертизы которая делается другим фондом и еще у нас есть такой принцип что взаимодействие не ради того чтобы опылить весь земной шар вообще а все-таки взаимодействие с научными коллективами должно приносить позитивные моменты компетенции навыки в российскую науку вот не нужно ну только из-за того что вот я никогда не был в Австралии вдруг обязательно с австралийским научным фондом если там есть критическая масса она там есть наверное это имеет смысл в отношении конкретных заданных вопросов в Иран мы подали письмо ведем переговоры есть сложности сложности потому что все-таки система экспертизы как таковое у них она отлично там связано с чуть ли не ну правительством высоким уровнем он принимает решения и иногда экспертизы отсутствуют вот так нужно и все мы пока все-таки пытаемся вот эту систему равнозначной экспертизы чтобы у нас члены экспертных советов хотя бы как-то это проговаривали но я надеемся что с Ираном это двинется потому что там уже ну не первый месяц эти все разговоры есть разговоры с Бриксом с другими странами с Бразилией мы понимаем что в области биотехнологии страна существенно продвинулась даже по сравнению с Россией там есть огромный потенциал да и в общем-то в целом в ряде других стран такие потенциалы присутствуют но вот я вам обрисовал что касается университета взаимодействия с университетом это не наш потенциал скорее вот лэп ту лэп вот этот межуниверситетский уровень он охватывает нам все-таки нужно я согласен я сам был в Арабских Эмиратах и мне показывали этот университет кстати министерство первый зам замы американцы англичане шейх он только вот а так-то в общем-то все остальные ну университет да университет но как-то по поводу школ я бы наверное засомневался засомневался там все как-то вот на уровне контрактов которые имеют начало и конец и люди меняются мы бы не хотели скатываться на иметь коллаборатора в виде университета нам все-таки лучше фонды да африканские страны пожалуйста я ЮАР очень перспективно все направили вроде разговаривали но есть проблемы с планированием бюджета министерства финансов наверное оно мало чем отличается от российского министерства финансов есть не все так быстро как хочется ученым надеемся что это поправим и сделаем да юго-восточный вектор реальный но и Бразилия и Аргентина наверное тоже это не самые последние страны с которыми нам хотелось бы взаимодействовать ну вот так второе значит с принцип я уже сказал мы делаем открытый открытый конкурс по сбору тематик и вы сейчас можете по микроэлектронике посмотреть дальше у нас расширяется но принцип такой же вам нужен ну иметь такого якорного партнера который конечно занят производством у него нет разработочных может быть мощностей а может быть и есть но он заинтересован в тех организациях которые могли бы решить проблемы и они должны сказать что у нас не хватает 500 катализаторов 500 катализаторов таких 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 экспертный совет он вернее уже теперь научно-технически рассматривает и говорит из 500 мы понимаем что мы даем пожертвования они имеют право существенно большие большие деньги то какими деньгами они оперируют это звездопад вообще если имеется общественная полезность в части вот этих 500 катализаторов я сейчас утрированно про катализаторы это общественная полезность ну в виде там 80 наверное это можно было бы финансировать в виде проектов где будут пожертвования но пожертвования все равно это бюджетный характер денег мы не должны работать на одного налогоплательщика потому что другой налогоплательщик скажет подождите вы же финансируетесь ну в конце концов из налогов которые я формирую но вы работаете на одну компанию нам надо как-то часть часть оправдать и в этой связи конечно сначала должны быть тематики а потом открытый отбор с внешней экспертизой по проекту вот такая двухстадийная вещь двухстадийная вещь сами мы не можем технические задания по промышленным технологиям на конкретных промышленных площадках есть специфика по сырью по материалам по тем тому оборудованию которое есть поэтому без квалифицированного заказчика это невозможно огромное количество вопросов я далек от понимания что я вам обрисовал все что знаю там много всего не ясного но будем двигаться будем двигаться добрый день спасибо за возможность задать вопрос Абгарян Гарник Владимирович Институт вычислительной математики и информационных технологий КФУ и член Совета Ассоциации молодых ученых у меня к вам очень такой вполне конкретный и точечный вопрос связан с конкурсами отдельных научных групп а точнее с обязанностями научной группы по публикациям то есть сколько оптимальное количество публикаций научной группы в год и может быть статистика по квартире спасибо могу привести статистику у нас есть по отдельным научным группам вы знаете 8 начальное мы анализировали заявки заявки и в среднем руководитель подает заявку у него публикации от 21 до 25 то есть вот проблемы входного билета это миф ее не существует руководители существенно больше и они многие из них ничего не получают из-за того что да с точки зрения обязанности сейчас убраны все бухгалтерские подсчеты бухгалтерские отчеты но вы должны понимать вы должны понимать что экспертный совет рассматривая заявку должен вот эту научную новизну научную новизну определить если вы говорите что я вообще ничего не готов не планировать ничего ну так и заявка будет оценена ну вроде бы как процессом занимаются им хорошо ученые не очень понятно что от этого полу если вы там что-то определенное они тогда эту цифру как-то зафиксируют но более того если вы скажете что все-таки у вас научная новизна действительно серьезная и вы ориентированы на топовый журнал это будет еще более как-то оценено это то как вы миритесь в этой конкурентной борьбе это как балерин большого театра может ли она подпрыгнуть или не может я не знаю но если она от сцены не прыгает ну че на прям балерину претендовать нет не будет это вот вы будете с экспертным советом так и мучиться если вы промолчите но и они промолчат если вы что-то скажете они будут оценивать это я опять же нам цифры не нужны но если вы хотите побеждать значит тогда что-то реальное вам надо представлять здравствуйте спасибо задать вопрос абрамов сергей институт фенитальной медицины и биологии мы сотрудничаем с центром детской иммунологии и гематологии республики беларусь и мы ждали в этом году конкурса российско-белорусского совместного вот он недавно открылся на днях но к сожалению в этом году вели в этом конкурсе ограничения для руководителей не старше 35 лет кандидат или доктор наук вопрос с чем это связано и есть ли надежда что в следующем году этот ограничение как нибудь расширит нет у нас ежегодный конкурс с беларусью он все равно будет объявлен там мы сейчас 1 января по взрослому я сейчас прошу прощения по взрослому конкурсу начали финансировать победители российско-белорусского конкурса сейчас будет и взрослые и по беларуси но беларуси вдруг неожиданно вдруг неожиданно просто нам хочется поддержать молодежные коллективы но там немножко смешно эта цифра которая все-таки беларусь это не те масштабы мы говорим ну ладно если уж очень хочется молодежные коллективы ну вот быстро договорились с ними по молодежным и он был объявлен на прошлой неделе он в отношении молодежи но взрослый конкурс остается да да взрослый конкурс остается все пожалуйста там да как у больших будете уважаемый Александр Витальевич большое спасибо вам за презентацию и за рассказ о деятельности фонда за ответы на вопросы значит у нас сегодня ректор который тоже очень хотел бы присутствовать на этом заседании находится в Москве на съезде совета ректоров сегодня проходит там в МГУ вот только что мне прислали они там обсуждают как раз то о чем вы говорили новый парадигм образования в Российской Федерации вот но он просил передать вам лучшие пожелания большое спасибо и маленький сувенир это 3D модель нашего логотипа университета спасибо спасибо